Традиционно в третье воскресенье июня с профессиональным праздником поздравляют медицинских работников. Сегодня в зале ДКЧГУ прошло торжественное мероприятие. Шарики в цвет флага нашей республики и музыканты-гусляры. Так приветствовали в ДКЧГУ всех, кто давал клятву Гиппократа. Им люди доверяют самое дорогое здоровье свое и своих близких. А это требует от врачей современных знаний, высокой самоотдачи и лучших человеческих качеств. Даже в свой профессиональный праздник медики не могут позволить себе полноценный выходной день. И многие из них принимают поздравления прямо на рабочем месте. Поэтому на торжественном мероприятии присутствовала лишь малая часть медицинских работников нашей республики. Сам праздник – это прекрасная возможность отметить труды тех, кто посвятил свою жизнь лечению людей и подвести некие итоги. Это повод для того, чтобы подвести итоги определенной работы, профессиональной деятельности, совместной деятельности, на улучшение качества жизни. А с другой стороны, оценивая эти ситуации, на каком месте мы находимся, сравнивая с мировой медициной, и какие еще у нас внутренние резервы имеются, какой внутренний потенциал имеется для того, чтобы еще лучше продвинуться в сфере медицины. По результатам 2017 года мы с вами достигли исторического максимума по продолжительности жизни. Мы с вами посмотрели историческим минимумом. Второй год подряд мы держим это по младенской смертности. И все больше и больше финансовых средств вкладывается в нашу отрасль. Юрий Уруков вот уже более 35 лет работает в медицине. Он стоматолог-ортопед. На вопрос, почему же он решил стать врачом, отвечает с улыбкой. Я вырос в самом деревне. Наверное, всегда был здоров, никогда не болел. И я хотел, чтобы все, другом никто не болел. Поэтому надо выбрать медицину. Сегодня Юрий Уруков получил почетное звание заслуженный работник здравоохранения Чувашской республики. Его, как и многих коллег, наградили памятными часами главы Чувашии, грамотами и благодарностями. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.